Итак, друзья, всем привет! Меня зовут Андрей Лоскович, компания Гранд Ремонт. И сегодня мы проведем для вас мастер-класс, обучающий видео по тому, как сделать самостоятельно экран для ванной с ниши под ноги. Поехали! Итак, друзья, первое, что нам нужно знать, это как будет выглядеть наш пирог и из чего он будет состоять. В нашем случае это будет у нас плитка керамограницы шириной 8 мм, то есть, соответственно, плиточный клей там, гипсокартон влагостойкий 12,5 мм и профиль ОД 28 мм. То есть, это будет состоять толщину нашего пирога. Исходя из этих размеров, мы уже и будем формировать наш экран под ванную. По тому, как установить ванную, у нас уже есть ролик по нашем канале, ссылочка будет вот здесь вот в описании. Так что переходите, смотрите, как качественно и круто установить самостоятельно ванную, чтобы вы знали, как это делается правильно. И после того, как мы установили ванную, нам нужно сделать подготовку. Изначально я всегда нарезаю профиля по длине ванны, чтобы потом в процессе не тормозить, а быстренько все это дело делать. Так что профиля мы уже нарезали, сейчас приступим к разметке. Итак, друзья, первое, что нам нужно сделать по ванной, это выставить лазер по борту ванной. Основная идея такая, что плитка, которая будет лежать у нас на финише, должна быть чуточку, буквально на 2 мм глубже, чем наш основной борт ванны. Это делается для того, чтобы плитка и ванна имеют неровности, и эти неровности скрыт под этим бортом. Плюс, если вода будет стекать, то она будет стекать сразу по борту и потом на наш экран, а не останавливаться сверху на неровности. То есть, естественно, грязь и так далее, вода не будет там задерживаться. Это первое, что мы делаем. Выставляем по всей длине и отключаем себе метку на стяжечке, на нашей. То есть, это будет у нас уже ноль. От этого нуля мы будем прислать вглубь то, как у нас будет выглядеть сам экран ванны. То есть, какой пирог он будет у нас иметь. Первое, вот это у нас ноль. Это до самого верха борта ванны будет идти. Дальше мы отмечаем толщину плиточки. Дальше мы отмечаем гипсокартон. И дальше у нас здесь теоретически должен был бы располагаться наш профиль, если бы мы зашивали от самого пола и вверх до потолка. Но поскольку у нас будет ниша глубиной примерно 10 см, то нам нужно еще отметить одну метку. Вот, мы отмечли вот этих 10 см. И профиль у нас будет еще один располагаться на высоте примерно 10 см от пола, но уже в воздухе. Вот это будет у нас ниша. То есть, куда она сместится. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. Следующим этапом мы сейчас будем прикручивать наши профиля к основанию. Но у нас есть одна большая проблема, которая, в принципе, решаемая. Это то, что сантехнические работы выполняли здесь и мы, и они были непродуманы. Соответственно, коммуникации идут не так, как нам хотелось бы. То есть, соответственно, трубы, которые идут в стенах, они мешают прикрутить нам профиль. Соответственно, мы этот профиль будем клеить на клей. Специальный, да, Саудан Фиксал. Естественно, предварительно это все дело обижит их. И основание, и сам профиль. Видишь? А что это? Это, вот видишь, трубы здесь идут. Вот трубы. И они намешают, будут закрепить профиль так, как нам нужно. Ага. То есть, нам нужно прикрутиться, а мы не можем, потому что здесь труба. Соответственно, профиль наш будем клеить. В общем, так же с этой стороны. Здесь у нас выпущена канализация. Еще раз переставлю. С этой стороны у нас выпущена канализация. И остальные коммуникации, которые также намешают профиль прикрутить к стене. И так, друзья, я еще забыл напомнить, что для отделки всегда используются только качественные материалы. В нашем случае мы работаем профильной фирмой КНАУФ. Толщина металла 0,6 мм. То есть, это жесткость конструкции вашей будущей. Так что только хорошим материалом используйтесь. Сейчас мы уходим выше, да, и, опять же, у нас нет возможности к стене присверлиться. Да, собственно, наносим герметик для того, чтобы наш профиль хорошенько приклеить к стене. Вот. Где будет возможность засверлиться, мы там будем сверлить. Это сейчас мы будем профиль, который устроили на основании. И вертикальный профиль прикручивать вместе через маленькие саморезы. Для того, чтобы зафиксировать нашу конструкцию, чтобы она не ушла в сторону, поскольку механический способ у нас не особо там есть возможность закрепиться. Так, сейчас мы нарезали распорочек для того, чтобы усилить нашу конструкцию, для того, чтобы сверху профиль не проседал у нас. Вот. Сейчас мы будем вставлять наши металлические профили вот сюда вагонки. Вот таким способом. Для того, чтобы, когда мы изучаем кипсокартон, было видно, где у нас какой-то профиль, можно поставить для себя вот такие вот метки на стяжке. Так, это мы решили нашу конструкцию немножко усилить, да, то есть, чтобы ногами-то ничего не сбили, решили вырезать вот такую распорочку произвольную. Вот, сейчас из металла. То есть, одну часть прикрутим в гипсокартон, а одну в блок. Видите, как хорошо поставить ванну на блоки, а не на металлические ваши ножки, которые потом... Вот так. Чуть-нибудь с ней происходит. Кто разъезжает, кто-то падает, кто проседает. Вот так. Чуть-то запрём, и всё будет. Видим, теперь конструкция вообще неподвижная, ни в эту сторону, ни в эту сторону, то есть она зафиксирована на распорочке. Так, дальше сейчас только немонтируем сюда наверх гипсокартон, лист и нотрез гипсокартон. Что, ничего? Н Win, у меня я можно вылетворяется через два в таких lớневей. Ну,accept. итак друзья вообще собирать такую конструкцию это полет фантазии как бы да то есть можно монтировать прямо там нише я выбрал способ смонтировать часть конструкции в воздухе потом ее там закрепить у нас вот этого профиля толщина 28 миллиметров гипсокартон 12,5 миллиметров и плитка у нас примерно там 12-13 миллиметров вместе с клеем то есть даст нам в сумме 25-26 миллиметров до 100 миллиметров еще раз будет запаса соответственно для того что пока у нас не ушел вперед полка это откладываю сюда от лазера профиль и это у нас будет ориентиром нашего слоя гипсокартона с плиткой по нему будем выступ этот регулировать глубину этот профиль есть 20 27 28 размер то есть не важно хоть такой хоть такой размер это для того чтобы саморезы слишком часто не крутить чтобы усилить нашу конструкцию просто опускаем профиль который укрепит конструкции и сверху снесутся с саморезом и 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 так у каждой ванны здесь есть на борту приклеены специальные упоры мы к этим упором будем прикручивать наш профиль вот и потом конструкцию всю эту разобрем и плюс еще для жестоких борта чтоб он не прогибался потом подпираем листом гипсокартона и еще будет у нас плитка что делаем на юмдок все занимается объект нечего делать режем основной профиль широкий который 60 на 27 для того чтобы щелить конструкцию так и верхней части и определить жесткость к борту но вот эту самую первую часть где будет у нас ревизия мы сейчас открутим и оставим ее свободно в скольжении делаем это для того что мы сейчас защищем полностью все гипсом а потом подберем сюда люк скорее всего скрытого монтажа либо какую-то дверцу и чтобы у нас была возможность через гипс подвигать ее да и уже потом прикрутим через сам гипс-картон этот метрический профиль а к этому метрическому профилу внутри прикрутится у нас дверца скрытого монтажа итак друзья это у нас был обучающее видео потому как нужно монтировать экран для ванной с нишей под ванну сюда мы еще заведем электрический провод и зашьем уже вот это все дело листом из гипсокартона это буквально через пару секундочек а сами как всегда был андрей ласкович компания гарант ремонт до новых встреч пока ну вот проверяем ванну на птичку все чисто под давлением ничего не протекает водичка уходит и так и кранчик разрешили гипсокартоном там у нас будет ревизионное отверстие да ну сейчас будем вырезать ревизию может наметили черточки окошко у нас будет ревизионное Продолжение следует...